Перед ним надо направо повернуть. Ну да, где-то здесь направо получается приблизительно. Так, а тут это как выглядит? Тут это выглядит как-то вот так. Ольш, на ютубе трансляцию запустил. На ютубе? Да. Что ты рассказываешь? Так. И тогда, соответственно, к третьему какая-то кромка поля должна быть. Там к третьему хорошая ориентир Т-образная посадка деревьев. То есть, вернее, она не Т-образная, а там вокруг полей два этих будет. Вот сейчас поворачиваешь, пролети чуть вперед еще. Секунду бы. И когда у всех тренинг будут лево, поворачивай правым. Типа лесопосадки и крестом так. А, да, там будет спереди поле, а за ним лесопосадки две штуки и... Блин, маленький экран, я не вижу. Короче, ты увидишь населенный пункт и правее него чуть-чуть бери. Так, погнали. У меня компас почему-то в другую сторону показывает. Я понял всю проблему, блин. Так я, наоборот, согласовал. Ну, сейчас, главное, сейчас у меня где-то 340 курс, да? Подожди. Подожди, 330, да? Так вот, если мы сейчас возьмем, секундочку. Так, 300. Там речку пересекать будешь, мостик должен быть. Не, сейчас, я явно куда-то не туда лечу. Да, ты явно куда-то туда лечу. Не, ну у меня почему-то, у меня вот сейчас по магнитному компасу, который надо мной, курс... Сколько? 320, правильно? Ну, тут не с кем-нибудь 330 на 30, но у них тут какой, истинный или магнитный? 320, а, соответственно, я поворачиваю, сейчас проверим. Поворачиваем налево, давай. Да, Север-Канунич, популярнее Сабадель-1, это... Точно. А, во, теперь согласовался. Так, хорошо. Лэп вижу. Вот, вижу, да. Там речь, ас-ка, должна быть. Влетим до дороги, короче, походу, я сейчас еще не пролетел я. Ну, нажми паузу, выгляни на ручку. Что-то странно, я его прям легко нахожу. Не, не, я просто там немножко с разворотом не туда полетел. Опять лэп. Ну, сейчас я подожди, я навигатор включу GPS, где я сейчас. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ты где-то сильно южнее этого всего, да? Я вообще, я жестко севернее аэропорта. Да ладно. Ну, бывает, да, чё. Вместо угла 90 градусов я крутанул его на... Ну, на 225, короче. Ну, этот сэскейк нажимает или старт. Я на стоянке загружусь. Да нет, о чём? Мне надо просто в обратную сторону лететь, и всё. Маш, я паркарп открыть. К-к-к-к-к-к-к. Прямо на аэродром. Сэскейк нам ищет всё. А у меня не работает, у меня вейп почему-то не работает галочкой. Да нет, сейчас мы сделаем разворот. А клик, клик, непонятно. Правда иногда по вейп не работает, не знаю почему. Да надо, да, газика надо вытаскивать. А то летает на каких-то кудахтерах, там прикрепил, приклеил к самому. Слушай, Игорь, а воздухе не надо, да, карбюретархит используешь, Игорь? Кудахтер. Карбюретархит нет, не нужен. Если обороты поддержишь высокие, то не, не надо. Только при оборотах близких холостым. Так, нормально. А, то есть на холостых, а тогда на заход, да, на холостых? На заходе, когда дорогу убирают. Ну и иногда, там есть, короче, гринарк, если рпм ниже гринарк и влажность повышенная, то тоже можно использовать. Но очень, короче, редко, блин, такое. Так, взлетели, да, и первый трак у нас вроде как это, на 252 вроде как был, полетели. Игорь, а ты там в Виафарде вообще? Да. Виафар? 252. Ну вот где-то справа северка должна быть. Смотри, вот этот Лэппи, вот это вот здание, где-то справа северка должна быть. Потерялся? Бывает. Так, 500 ЭДЖЛ. Лэндинг лайтсов. Вот, вот это поле, на котором мы разворот делаем, слэпом. То есть вот мы сейчас должны идти... А, ну это уже с перелетом, более правее, походу, дело, да? Вот впереди вот эти коровники сейчас должны быть. Под терминацией, наверное, на 75. Чуть-чуть правее, да. А, потому что еще правее, вон там вот. Да, вон там. Речка не должен так летать. Вон там вот, где этот, вправо, смотри, вот где кромка леса, он киастр 5, и вот там. А, вон, речка, да, точно. Вот это, вон там. Да. А она из Москвы или в Москву? Да, она же. В Москву, значит, еще не на остановке. Где-то тут коровники должны быть, правильно я понимаю? Да, левее. Вот где-то там, на краю деревни, мы стоим. Левее. Так, мы вроде стримировались бы нам. Это сейчас сильно западный. Да, и летишь на просики уже. Видишь, просик. Вон они у тебя на углу форта. А, они по 30 градусам. Какая там первая деревня Шкинь, вроде как называлась, да? Да, если по маршруту, то Шкинь. Да, Шкинь. Вот эти вот, включая, вот они? Да, да, да. Вот, он, видишь, аж-образный. А, ты на сниме? Сейчас же правым по 90. 230. Ой, да, 230. Да, у него непонятно согласовано. Нет, нет, я уже согласовал. Первый трек до 252 и 4 минуты, 3. Курсик, а тут не магнитный? А, ветра нет, блин. Тогда 3 минуты, блин. Ну, Шкинь, скорее всего, вот вам, потому что я поздно включил этот хронометр, блин. Если 2300, но если не магнитный, то 220 вообще должно быть. 220. В теории вот это вот Шкинь. Сейчас она у нас под этим подносом. Брать, а что опять с компасом случается? Я не понимаю, а почему он уходит? Там магнитный аномалия. Так. Так. Следующий трек. 321 погнали. Я же вон, по центру, вон тебе. Этот как бычий глаз морчит. Вот по нему сверясь. Я только что на него выставлял. А уходит до сих пор, да. Вот смотри, вот сколько сейчас, да? 230, да? Мы сейчас идем. Обычный глаз, где пальцы, что-то. Да, 230, правильно? А, да. А, да, нормально все. Не, нормально все. Не, нормально все. Вот тебе надо левее, а ты посмотри. Пока ты ведем высоту проебалку. Опять мы уже ушли, блядь. Да, и все проебалки. Давай веска. 303. 330. А, можно было посмотреть. На каком радиале удаление, блядь. Ну, ладно. Ладно, вот летит. Много, много, много. От Шереметьево. Мы дорогу уже прошли, да. Нет, в Домодиле лесок. Но нам надо еще его скорость перебежать. От Домодиле, вот еще 23 милия. Ну, можно сказать, 24. Ну, да. И вот на травер этих пустов направо надо фигануть. На их травер, ты должен, ну, примерно, и вот в своем сейчас случае, на... Ты должен на посадку столь дороги. И тогда ты выйдешь хорошо на посадочной. Сейчас ты южнее, а в полоску идешь. Че там, этот, следующий у нас? Какая у нас деревня следующая? Дим, мне подскажешь? Там, на север идешь, там, этот... На Бронеце. Уже Москва. Бронеце, да. Москва-Бронеце. А, ну да, вот я уже на аэропорт прилетел. Следующее село. Бронеце, это что-то из Ведьмака, по-моему, бля. Не-не-не. Из Ведьмака сильно западнее. Извести. Там где-то шейки пошутся. А это наша ритминькая. Не, вот в Ведьмаке, по-моему, в Ведьмаке была, какая-то деревня Бронеце. А, блин, я же все триммер переназначил, а я жму на триммер, думаю, блин, триммирую, короче. А он не триммирует с них, короче. Тормози, не тормозится. Да-да-да. Сделать, что они в Папине. Так, наш первый трак 252, наш кинь, потом второй 321 на Бронеце. Запоминайте. Первый трак 3 минуты, лэг. Второй лэг 8 минут в стилер. Со скоростью примерно там 110 узлов. Дим, зачем ты поперек полосу? Я не сижу. Это... Можете изучать этот читерский полет потом на сдачу этого. Пвп. Так, у меня там, кстати, Граунд Спит считала. У меня считал Граунд Спит на второй лэг 117. Вот мы сейчас лезем, смотри. Вот эти квадратные поля, блин, под нами. Вот дорога, вот этот перекресток, на котором ориентируемся в обратный лэг. И вот тут вот все, мы должны разворот делать. Ну там, дальше вот угол поля, вот этот вот, дальний угол поля, вот сюда надо лететь. А, вы мышку не видите, мы. Вот. Дальше надо еще. Какая красивая. Ну, что, что, да-да-да, вот. Над вот этим углом поля, короче, дальним. Сейчас мышку включу, подождите. Дай, понятно, пожалуйста. Берись. Ну вот, все само. Не, ну, вроде как, это, у кого-то там возникали проблемы с этим, с полетом по ПВП. Вот. Мы не будем говорить у кого, да, но просто у того же, кто ручку не тянет. Поэтому я вот решил проверить, сложный полет нет. А на чем это кто-то налетел на этом? На гарминке или на обычной сосне, на будильниках? На будильниках летел? Ну, смотри, про кого мы говорим. Про того, кто ручку не тянет. Не, 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 про этого не. Этот же еще не сдавался, этот же еще не сдавался. А, не, Артема на Артему будильнике летел. У меня же ПСК была, но она ничего не отображает там, в плане. Я понял. Ну, там нет, что нельзя, только какая-то. Дефолт. Ну, почему? Она же отображает. Коровники я научился находить. Хорошо. Ну, это легко научить. Ну, да, вот, коровники мы нашли. А, сказать, третий научить. Короче, вот, отличная вот, это, GPS-мап. Вот здесь вот эта точка находится, вторая броница, или как она называется. То есть мы проходим коровники и делаем на правый разворот. Правильно, над ними? Да. Ну, на траверзе, надходим. На траверзе коровников, вот. Короче, до броницы еще три минуты летели. Ну, три с половиной, скорее всего. Вот, тогда у меня граунд спит немножко ниже расчетная. Так, и на курс 330, правильно? И давай, 230. А, вот, да. 220. То есть еще вот сюда надо. Откуда вот выше Гарминка? Примере, это вот в середину того поля, правильно мы идем, Витя? А, типа, Гарминка только за донаты? Нет, подожди, я вон не туда мы идем. Там еще правее, наверное, надо идти. Мне кажется... Да, кстати, что, парни, что делать, и кала? Вопросов, полет производится на реповской, короче, сосне. Почти дефолт. А ты в ху-плане полетел, что ли? Я в ху-плане, да. Да, блин, у меня бомбит от этого, от ихнего фри-вью, блин. Вот просто пожар в СУ, не могу потушить, блин. Мне не нравится, когда я сжимаю правую кнопку мыши и смотрю налево, в это время я не могу там управлять самолетом. Дима говорит, на траверсе коровника надо запомнить эту фразу. Ну, а, собственно, что он мне так же сказал, все правильно? Да нет, все правильно. У любого вояки спроси, как они летают в зону. Так, ну, подлетаем броницам. Вот тут река, вот этот вот, разворот такой. Как-то Александр называл. Левее, 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 ты посираешь. Короче, ну, надо вот сюда, вот, на этот лесной массив, практически до границы города залететь. И потом повернем на следующий лэк. Следующий лэк у нас, кстати, сколько? Ну, да, я понял. Ну, трак следующий 081. Сейчас, секундочку. Да, 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 да. Я понял, я ориентируюсь на дорогу, короче, вот этот изгиб дороги, короче, по нему на среднее поле. Да, ну, вот изгиб дороги, вот впереди, средние, ну, вот изгиб дороги, вот я увижу впереди. Очень легко лететь. Рельсовый план идет как по рельсам. Так и должно быть. Прям как в реальной жизни. Рельсовые самолеты летают по рельсам. Добавляем обороты. Мы уже в принципе к бронице подлетаем. Так что доставайте ручки. Записывайте радиал Домодедова и удаление. Для сверки. Дайсим скорость. Так скажем. А не 8 минут смотрите. Сейчас подлетим. Будет 8 минут. 20 секунд еще. Пролетим. До того места. Может чуть-чуть побольше будет. Хорошо. Угадали. С броницами. Мы угадали. Право смотреть. На риадрон увидится. Там я смотрю налево. Траверс. Там начало. Вот-вот-вот уже, да-да. Начало поселся. Ну жесть. Так, ну вот, собственно говоря, броница. Ну, я смотрю, экстремировался. Аж вообще у него самолет идет. Как, 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 рельсовый эксплейн. Ха-ха-ха. И на перелетах. На, где вы там что-то колбасит прям. Ну, там аэродинамика было. Аэродинамика понимать надо, блин. Так, ладно, давайте. Записывайте. 254 курс. Удаление 13 миль до Домодедова. Погнали на 061. Я, Игорь, про аэродинамику сегодня, короче, взлетели в этом, где-то там в Афанции. И там возле аэродрома, короче, горушка стоит метров 600 высотой, такая обрывистая. Угу. И я показывал Дыману, Дыман согласился, что эти, работают там динамические восходящие потоки возле горели. Я просто заказал, то есть я ставлю этот самолет в ноль, да, по горизонту. Угу. Прибираю только так, чтобы хватало на поддержание горизонтальной скорости. Что я потом набрал, блин. И подхожу к этому склону, сразу прям, хох, плюс 1500 футов в минуту пошел в набор. Так, энтер, энтер, энтер. И у нас следующий лэк должен быть порядка, сейчас дать, посмотрю. Следующий лэк, 7 минут. 7 минут, там будет железка, кстати, если повезет, то по ней даже будет ехать поезд, блин. Ее туда легко найти. Если совсем повезет, то это будет ТКС, его еще и взорвать, может, вот это было. Да, ну да. Так, вот тут вот по карте, если вы ориентируетесь или вы, по разрезу рек, вот этот вот аппендикс, короче, на нас сверху пролететь. Вот, вот, если мы сверху пролетаем, этот аппендикс на середине пути, короче, находится. Ну, по карте можете посмотреть. Даже по той же, по-моему, в Sky Vector тоже можно его... Что-то либо там курс неправильный, хотя должен правильно курс, там, 50-230, все правильно. Нет, это кусочек леса, это дурак, и деревушка. Игорь, судя по всему, ты говоришь про речку, которую ты должен два раза пересечь, такую загогубленную на речке? Ну, да, вот я сейчас буду, загогубленную буду сейчас пересекать второй раз, а потом мне там еще такой, такая, типа, шпиндик торчит, блин. Игорь, а объяснение, пожалуйста, может, я тупой? Почему у меня тупо показывает компас, блин, магниты 210, а курс 240, блин. Ну, что, 30-30, это магнитно склонение в 30, это, может быть, ты не в Канаде летишь днем? Какой Канаде, весь? Там 10 на склонение, там... Там в действии, ну, нет, вот я вот, нет, я с верхним магнитным компас, который в СССР, блин, может, я дурак, короче? Ну... Почему я, когда лечу влево, у меня в другую сторону он двигается влево? Да нет, потому что это все правильно, он так и должен двигаться. Ты смотри, он двигается у тебя, если ты летишь влево, на уменьшение курсов он у тебя двигается. Они же меньше становятся, просто ты... Это, представь себе, компас... Законный шарик от ноги бежит. Слушай, это же называется компас прямого чтения. Представь себе компас обычный, как на руке, как ты носишь. А теперь попробуй нарисовать эти значения, чтобы ты смотрел на него с торца. Они просто наоборот все эти цифры нарисовали, поэтому кажется, что он крутится в другую сторону. Хотя, вот, крутится он в ту сторону, в которую надо, поверь. Это называется компас прямого чтения. Ну, карта компаса прямого чтения, вот. Вот я 210, я вот посравнял сейчас свой курс и компас, правильно? Да. Правильно. Ну, это так только кажется, что он в другую сторону. Просто если ты будешь на... Если ты будешь на него сверху смотреть, вот эту карту, она такая конусообразная. А представь, что ты вскрыл вверх. Не, Игорь, а скажи мне, другую, почему у меня уходит курс? Смотри внимательно вот на этот прибор. Не могу, я лечу в ручном режиме. Что это за идиотизм? Почему он уходит? Это что такое? Магнитная девиация. Это магнитная аномалия, да. А я думаю, что не так, короче? Не, реально, что за фигня? К чему ты летел это? На северо прилетел на юг. Смотри, вот я лечу. Ключи из кармана, достань. Откуда висеть? Ветер у нас встречный. На ночь 80-й я бы сделал бы на фигу. 83-й, ну, скажем, буду 83-й, 84-й. Третий разворот я делаю после посадки же, правильно? Вот это вот. Где-то еще, там какой-то впереди должен быть угол поля. Нихрена не понимаю, опять дорога. Вот давай перед дорогой поворачивайся. Не, подожди, что-то я не туда лечу. Короче. Подожди понять. Вот эти посадки как раз вот это. Вот это и есть. Это как-то магнитная. Так, а я должен их... Подожди, сейчас я вот сюда посмотрю. А дома так похоже, что-то должен был пролетать их... Правее жесткое должно пролетать. Да. Так, ну мы на середине пути уже. До второго лего, суток до 4 минута. Вот это поле сейчас с этим, вот посредине, то есть, квадрата посредине. И, скорее всего, что на... Можно уже искать железку. Тут должен быть мост где-то. А, вон он мост. А, ну, нет, это автомобильный мост. Где-то здесь еще должна быть железка. Вот это она, скорее всего, она. Так, вот это вот она, скорее всего. Соответственно, если железка, то деревня, вон она прямо по курсу. Ну, блин, что-то я на сотню поднялся, пока втыкал, блин, где это... Где там чё? Короче, это новым... Я вам приводливайте. Это новый маршрут для магнита ралли. Магнита ралли, да. Может быть, собраться и прилететь. Так, ну, железка вот эта, она должна быть. Вот она, в леса уходит, да? А, железка же? Похоже. Жаль, поезд не идет. Нельзя в сценарий добавить какой-нибудь привод. Зачем? Дальше мы летим на этот, на восток, а железка должна уходить на юг здесь. Тут же и прикол, чтобы научиться ориентироваться визуально. Да. По времени подлетаем к седьмой минуте, но я бы сказал, что да. Что мы нашли. Какой там, кстати, был этот третий город? Город. И третий город, там был бронницы. Потом направо был... Конобеева, да. Конобеева, да. Значит, мы над Конобеева. Так, погнали. Следующий у нас 122. И вот, напомню, как по-ебыву... Ты увидел. А, вот этот, вот, смотри. Смотри, вот мои, мои круги поетки. Ну, честно, как это у тебя получалось... Вот, особенно... Самый правильный, который с перелетом, это был первый сам. Спасибо. Спасибо за одно место. И нет, вот один, который выходит на средину дороги. Вот, короче, вот эта штука, это самый правильный был. Потому что вот он идет на центр, но он чуть правее, но он чуть левее должен быть, как бы. Но вот этот город Никульское... Никульское нельзя задевать, короче. Ты его перелетаешь все время, видишь? Да, 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 да. Никульское нельзя задевать, вот. Вот Никульское у тебя слово должно остаться. Удаление от Домодедова 26,7 и курс 259. Приблизительно. Это если... Ну, может быть, 258. Записывайте. Так, этот лэк у нас должен быть... По времени... Четыре. Четыре минуты всего лишь навсего. Да, да, да. Там коротенький клэк. Все. далее да вот когда вы подлетаете к озерам значит мы идем правильно одно озеро сейчас чтобы ловим проходить где-то мы на половине пути 2 минуты мы летим то есть нам осталось лететь еще две минуты до до последнего села или даже я бы сказал деревне кстати чем отличается все они чем это сейчас село это наверное на украине на кубани тоже там все он там еще кроме кстати сел есть еще эти как и называются от села отличается то что в селе всегда было церковь деревня к нему советском союзе наверно стопись и усадьба а как деревне то в этом называется в на кубани то станет страниц его точно не ведь это не помнишь по поводу флапсов а вот increase life retract флапс привет женя и наш выпустить до нас присоединяйся к нам будем ингресс это увеличить северка 3 выполнять твою мать одевал делом на ребенок он я выскочил не смотрю задом наперед отец как-то он умудрился примерялся развернуться так если вы будете лететь на читерской сосне на такой как я лечу я на такой же как и лечу я тот этот озеро в виде вот продолговатой штуки короче на его есть юго-западные вега западная конечно следите найдете ищите ищите в принципе на карте да то что можно увидеть в принципе да визуально тоже это озеро вида сразу этим озером принцип последняя деревня которая нам нужна на сегодня ну чё дим ты нашел как это фриллук нормально сделать на 2020 или нет ну только вот как он есть к сожалению так мы можем подлетаем уже меня триллук стоит вообще на аналоговой хатке очень удобно у тебя аналоговая хатка у меня нет аналоговой хатки вот это озерцо можете посмотреть как оно выглядит в эксплэйне у меня кстати фотоподложки в россияник стоит никакой значит вот так выглядит озерцо вот это вот деревня которая нам нужна поэтому погнали последний потом 220 трек сейчас приду а это ты вот этот сперматозоид на штуки не прилетаешь да 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 там американские обозначения поэнт зулу поинт альфа в россии сперматозоид полетаешь и направо так ну дольше конечно можно вообще за 4 если вы на гарминке летите можно перевести вот так вот сделать дайрект на он почему-то здесь как это очень громко видеть звуки которые доносятся просто люто они уши режут высокие частоты ну вот этот который ты ел водой там какой-то охрен знает что ты там делал охренеть это знаешь что было это был просто в крайне воду включил ну я понял ну то очень такой высокий частот все уши просто вылетают строка какой там этот курс зашло на посадку на 23 полос там в этой севере 229 229 нажимаем OBS нажимаем выбираемся 229 229 338 349 dual 259 359 359 359 359 369 369 369 37 29 39 до открывающего не было открывая где-то датчик температуры внутри это жопой меряешь ну короче не но поджогли холодно включать с теплом минус минус 18 градусов цельсия показывает на улице у меня показ минус 17 тоже да надо тут кабин хит а он здесь не реализовано как слушай но сейчас я вытащил со уже такая рельсовая сосна нам надо было поставить подождать он поход нагрелся а вот блин у меня все-то нет иди температуры цилиндров или вообще что-то волосы наблюдаем слушал т.п. и должно в минимуме быть или нет по идее включаем вот он зеленая зона не умру так тыков поставили перехватываем посадочный курс давай флэпс one нету никаких там закрылки 10 кромки 10 паркинбрекинг клавишу воткнуть на педали держишь ты далее нету это сейчас будь оптимистом говоришь что педали пока нету надо же еще попробуйте застретить педаль слетей я думаю что нет что на холостом ходу дотянем или нет делать уж не походу не дотянем удаляется как-то он криво нарисовал нам этот триммер не работает чё за бред вообще я и чё случилось да нет у меня почему триммер не работает он не крутится так фул флэп просто вообще нацел совсем рукой крутится я когда на триммер нажимаю у меня щелчки есть ну эй блин что то стол хорн лендер не получился ну ладно элеватор 3 ну ну и залп элеватор 3 ну и войка чё за хрень оооооооооооу вау тетка чё случилось делом падаем карбюратор но нормальный герпады все на влепит запранировать выход из вами я ручку очень полностью себя даю короче а проверить примеры нет может облегнуть смотри возможно у меня все время на копке перестал работать за бред панкеры им привет валять как то ты не есть ну вот и двадцать где должен быть ну что-то не видишь поставьте на него самолетку что-ли да меня ладно уже так паркинг брейкс лансаузен тропин пилхи исключаю почему то это сосна лучше заводится чем здесь такая уморозка но триммер до сих пор не работает так мы в общем все прилетели давайте посмотрим на карту дом ну вот в принципе это так выглядит вот трип три северка трип который требует на экзамене да этот же северка трипы там если несколько разных трипов в общем ничего сложного летайте тренируйтесь всем пока